Есть очень глупый стереотип, что мусульманки могут носить только черную паранжу. Нет, как вы видите, одежда тоже яркая, разнообразная и даже стильная. Именно об этом мы с вами сегодня и поговорим. Я бы сегодня хотела снять для вас видео о том, что носят мусульманки. Дело в том, что я давно планировала снять это видео, и в этом ролике будут куски, которые я снимала в Турции. В конце также поговорим о купальниках, в котором купаются мусульманки. Вставлю вам тоже видео, какие они бывают именно оттуда. Но вообще видео планировалось давно, я к нему готовилась, как вы понимаете. Но планировала я его снимать попозже, пришлось снять сейчас, потому что опять очередное тупое высказывание. Ты мусульманка, замотайся в паранжу и ходи так всегда. Это настолько глупый стереотип. Вообще вокруг всего, что для нас новое, что для нас неизвестное, всегда огромное количество мифов и стереотипов. И вот я бы хотела один из них развеять. Наверное, 99% людей считают, что мусульманки могут носить только черную паранжу. Это самый частый ответ на вопрос о том, что носят мусульманки. Естественно. Так вот, черная одежда, паранжа, абая, бурка – все это всего лишь часть арабских традиций. И к исламу как таковому отношения не имеет никакого. В исламе есть три основных критерия того, как девушка может одеваться. Первое. Одежда должна закрывать все части тела, кроме допустимых к открытию. Допустимые для оголения части тела – это лицо. Вот это – это арабское, опять же. Кисти рук и стукни ног. Все остальное тело девушки должно быть закрыто. Естественно, головной убор. Но про это я сейчас расскажу чуть попозже. Следующий критерий при выборе одежды – это то, что одежда должна быть свободной. То есть, это не значит, что девушка должна носить какие-то балахонистые кофты или платья. Нет. Она может подчеркнуть, например, свою талию пояском. Но это не должно выглядеть вот так. Понимаете? Я думаю, вы понимаете, о чем я говорю. То есть, фигура не должна быть вот так обтянута. И плюс еще ткани, с которой сделана одежда, не должна быть просвечивающейся. Огромное количество блузочек, красивых кофточек и платьев свободного кроя, но из настолько тонкой ткани, что все под ней светится. Вот это запрещено. Что касается головного убора, шея должна быть закрыта. То есть, открыт может быть только овал лица, плюс не должны торчать волосы. Я говорю сейчас про классическое, про то, как это должно быть. Многие этого не соблюдают. Соблюдают частично, в принципе. То есть, надо понимать, что идет какая-то адаптация к современным реалиям. Хотя я это не одобряю, честно. Я считаю, что если так положено, и ты выбираешь для себя этот путь правоверной бусульманки, ты должна это все соблюдать. Но это мое мнение субъективное. То есть, кто как. Кто-то не может в силу своей работы, например, так одеваться. Там уже отдельный разговор. Головной убор. Платок, хиджаб. Самое главное, под платки всегда надеваются такие головные уборы. Господи, я забыла, как они называются. В общем, это очень похоже на шапочку для бассейна. То есть, собирают девушки волосы в пучок сзади, внизу, чтобы он не стоял вот здесь. Надевают эту шапочку, заправляют под нее все волосы, и дальше уже на нее покрывают платок там красивый, который подходит под цвет одежды. Я думаю, что многие не знают об этом, и сейчас вы об этом узнаете. Нету ограничений по типу одежды. Нет такого, что девушка должна носить только платье. Нет. Это может быть платье, это может быть юбка длинная, с кофтой, с любой кофтой, любой длины. Это могут быть даже джинсы, которые, в принципе, в облипочку, вот эти стретчевые. Но при таком условии обязательно должна быть туника до колен. Ну, или чуть-чуть покороче, то есть, это все условно, естественно, не значит, что прям по сантиметру надо ходить, вымерять. То же самое, кстати, касается и спортивной одежды. То есть, естественно, в юбках мы не побежим, поэтому туника, штаны, ну и кроссовки, куда же без них. То есть, в принципе, все достаточно лояльно. Еще также огромный опять стереотип по поводу цветовой гаммы. Ну, кто это придумал, я не знаю, честно, что вот черное, черное, черное где-то увидели, услышали и понеслась. Вот, честно. Ерунда абсолютно. Одежда может быть красивой. Сейчас вам вставлю кусочек видео. Женщина такая уже ей за 40, вот в Турции была, как раз стояла там на кассе. Я думаю, дай-ка я ее сниму. Обратите внимание на цвет ее платья. Вот, то есть, как видите, не обязательно черный. Бывает одежда яркая. Но, как правило, очень мало одежды именно таких кислотных цветов. То есть, даже если платье красное, бордовое, оно все равно такое приглушенное, красивое, цвет благородное, а не вот этот кричащий, который очень любят русские девочки. Ну и вообще многие вот. Жилетка. Видите в зеркале у Наргиза? Вот такие цвета мало кто надевает, на самом деле. В основном все они пепельные, красивые, сдержанные, элегантные, женственные. Очень, на самом деле, мне нравится, как это смотрится. Особенно, если это не просто, как моя мама говорит, какой-то мешок или балахон, а это именно красиво выглядит. То есть, почему нет? Это действительно очень мило. Кто сказал вообще, кто это взял, откуда у нас это пошло? Я понимаю, что это удобство, но почему женщины сейчас носят джинсы, спортивные кофты, хотя я их очень люблю и часто их ношу, кроссовки. Это не женственно, это не, как вам сказать, это не то, что изначально было заложено в понятии девушки, понимаете? Девушка должна выглядеть как девушка, а не как мужик, извините. Но это все связано с нашим образом жизни, естественно. В общем, полезла я в дебри далеко. Сейчас дальше я вам предлагаю посмотреть на варианты купальников. Купальник мусульманский называется буркини. Есть бикини, мини-бикини, а это буркини. Между прочим, буркини высыхает гораздо быстрее, чем наши с вами купальники. Раздельные, издельные, неважно. 5-7 минут на ветру буркини сухая абсолютно. Наши купальники сохни, 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 потому что там поролон, синтепон, все это мы понимаем. В общем, это сохнет дольше. Так что бояться за то, что девушка там себе что-то застудит, не надо. И предлагаю вам посмотреть. Я на этом с вами буду прощаться, потому что после этого кусочка я уже удалюсь из кадра. Я надеюсь, что вам это видео понравилось. Досмотрите его до конца. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Я вас всех очень-очень сильно люблю. Напишите, пожалуйста, в комментариях, ребята, какие темы для видео вас еще интересуют, на какие темы вы хотите видеть ролики. Потому что идей сейчас на самом деле много, но я хочу, чтобы снимать именно то, что вам нравится, а не то, что мне в голову взбредет. Ну что, как вы видите, мусульманские купальники выглядят вот таким вот образом. Комплект включает в себя верхнюю часть длинную, типа туники, штаны и головной убор, который, кстати, далеко не всегда присутствует в комплекте. Цветовая гамма разнообразна абсолютно. Вот видите, цветов полно. Плюс есть еще варианты для девушек, которые не хотят уж прямо ортодоксально следовать своей религии. Вот такого плана без рукава практически, как вы видите. Разных цветов точно так же, так что выбор есть. Спасибо за внимание.